Подготовка к разговору с городом началась заранее. За несколько дней до прямой линии на студии стали поступать первые звонки. Тагильчане желали задать свой вопрос главе города. На официальном сайте нашей телекомпании появился баннер, в комментариях под которым также можно было поделиться своей проблемой с мэром. На улице Нижнего Тагила вышли несколько съемочных групп. Тагильчане получили возможность задать видео вопрос. Всего было собрано несколько десятков вопросов. Ровно в 18.00 разговор с городом начался. Сперва глава города подвел итоги развития Нижнего Тагила в 2017 году. Четыре с минусом. Такую оценку поставил Сергей Носов. Главные вопросы, естественно, касаются настоящего и будущего Нижнего Тагила. Развитие инфраструктуры, городское жилищно-коммунальное хозяйство, дороги. Темы, которые были затронуты в ходе часового прямого эфира. Отдельно прозвучал вопрос о мостовом переходе через Тагильский пруд. Сергей Носов обозначил перспективы реализации этого крупного инфраструктурного проекта. В целом мы по графику у нас, мы должны сдать в августе уже проект на экспертизу. Соответственно, я считаю, что мы будем иметь возможность размещать конкурс на исполнение работ. И думаю, что через год, ровно через год, нам подрядчик на выполнение работ по мосту должен будет представить не только конкретный план графика работы, исходя из своей конкурсной документации, с которой он уже успеет ознакомиться, и конкурс должен быть завершен. То есть фамилию и имя подрядчика и ответственность за производство работ через год, я уверен, мы будем знать. Чернисточинский пруд – тема, которая волнует практически каждого тагильчанина. В ходе прямого эфира глава города назвал главный парадокс сложившейся ситуации. На фоне ажиотажа вокруг судьбы водоема береговая линия застроилась коттеджами, банями и даже конюшней. И надо сказать честно, мы строили все это время для себя или для кого-то лично объекты, не обеспеченные системами очистки канализации, хосфекальной канализации на территории водоохранной зоны. Но это же так. Сейчас никто не знает, что с этим сделать. Хотя бы надо прекратить этим заниматься. Затронуты были и локальные проблемы, в частности раскопанной территории после прокладки кабеля на улице Жамбова. Тот, кто копал, тот и должен восстановить, заявил Сергей Носов. Разберусь, резюмировал мэр. Свои вопросы тагильчане задали в ходе прямых включений. Мои коллеги выходили на связь со студией из нескольких точек. Например, прозвучал вопрос из нежитагильского цирка. Добрый вечер, Сергей Константинович. Я руководитель аттракциона «Медведи-канатоходцы», заслуженный артист России. С огромным интересом я приехал в Нижний Тагил посмотреть на цирк, который появился недавно здесь. И сейчас мы выступаем действительно в великолепном здании, которое по праву, наверное, является одним из лучших сегодня в Европе. С прекрасным светом, звуком, с удобством для всех артистов и зрителей. Поэтому мне хотелось бы спросить, пожалуйста, за то, что появился такой цирк, благодаря вашему огромному участию. И хотелось бы спросить, какие еще объекты культуры в ближайшее время могут появиться в Нижнем Тагиле? Что касается объектов культуры, ну вот сегодня в том числе и цирк, наш цирк, федеральный цирк является, наверное, эталоном или уровнем, ниже которого мы уже не можем опускаться. И вот мы такую задачу в виде технического задания, опять же, с учетом опыта цирка, собрать все лучшее, что есть в Российской Федерации в области кукольных театров. Следующим таким объектом будет кукольный театр. Не обошлось и без личных вопросов Сергея Носову. Например, стоит ли вкладываться в криптовалюту Тагилкоин? Если кто-то бы от меня спросил прогноз, или как совет, то следует традициям таких прогнозов, я бы вам так посоветовал, не покупать. За время прямого эфира Сергей Носов, ответив более чем на 30 вопросов тагильчан, завершил с разговор поздравлением горожан с наступающим 2018 годом. Тагил может и будет с каждым годом становиться лучше и лучше и лучше. А тагильчанам я хотел бы пожелать, наверное, хорошего новогоднего настроения, пожелать им здоровья, счастья, больше радости, уверенности в себе, уверенности в нашем городе. Антон Саев, Павел Соложнин, Новости, Тагил ТВ.